У любимого дела нет границ. В Шемкенте Бигжан Нурадин построил успешную карьеру в соцсетях. Казалось бы, ничего необычного, если бы не тот факт, что он с детства имеет проблемы со зрением. Несмотря на недуг, он решил сломать стереотип о людях с инвалидностью. Сейчас ежемесячный доход парня составляет больше миллиона тенге. История преодоления себя и невероятных побед в сюжете Катерины Попковой. Бигжан Нурадин давно уже стал легендой в своей сфере деятельности – социальной сети. Он знает их изнутри и оказывает техническую поддержку. А еще увлекает и заражает оптимизмом. Но есть то, что отличает этого парня от других. С рождения он плохо видит. У меня это зрение чуть видит, а сад есть, а это только свет почувствует. Бигжан объездил ведущей клиники страны, но надежду, что когда-нибудь он сможет хорошо видеть, никто из врачей не дал. Тогда парень решил, что будет ломать стереотипы о людях с ограниченными возможностями. И стал много учиться. Мне хотелось учиться как-то зарабатывать на свою жизнь. И хотелось бы удаленно, с помощью смартфона, можно ли реально зарабатывать с помощью телефона, сидя дома или в любое время, свободный график, гибкий график. Первые проекты в социальных сетях делал за копейки, лишь бы понять, как все работает. За три года он смог воплотить свою мечту вопреки всему. Теперь, чтобы зарабатывать больше миллиона тенге в месяц, Бигжану нужен только доступ в интернет, смартфон или ноутбук. А ведь на старте все казалось не таким уж и безоблачным. Я, когда переписываюсь с клиентами в WhatsApp, я не вкладывала свое фото. Ну, я боялся, что они думают, что это инвалид, он повращает деньги, ничего не может помогать. И я просто в аватарку поставил подпись Бигжану родить. И, например, я написал клиентам, мы с ними договорились. Они не видели мое лицо, но я работал с ними. Спустя времени мы увидели друг друга. Они говорят, я не знал, что ты такой незрячий человек, что ты с таким трудностям помогал мне. Я зарабатываю от 500 тысяч тенге до миллиона, миллион с половиной тысяч тенге в месяц. Когда в первый раз увидел его, подумал, а знает ли он что-нибудь, оказывается, знаний много. Но он был не уверен в себе, сомневался очень. Его нужно было просто направить и поддержать. И он раскрылся, как отличный специалист. Бигжан признается, что инвалиды часто сталкиваются с проблемой поиском работы. Им отказывают, даже не вникая в таланты и способности. А порой, уверен парень, это ключ к большим успехам. Я могу работать вравне с обычными людьми. А что меня мотивирует, это мои родные. Когда я беру ответственность за них, за себя, я как визуализирую путешествия в мирах, что-то увидеть, в радостьх жить с ними. Помимо успешной карьеры, в активе Бигжана скоро будет и новая профессия. Сейчас он учится на факультете журналистики. А еще пообещал семье, что обязательно решит проблему с жильем. Он смог накопить на собственную квартиру. Катерина Папкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахамбек Муратов, Шымкент, Хабар, 24.